Привет! Сегодня Арни и Big Baby Tape Long Life Maxim, не вышедший трек, который я обычно не разбираю, но так он мне понравился. А если серьезно, я испытываю какую-то слабость к дрилбитам за сэмплированным вокалом, и еще тут нету нормального исходника, тут есть сниппеты, какие-то записи с экрана через битуз колонку с каким-то странным звуком. Так что будет дофига отсебятины, но я уверен, что моя отсебятина вам понравится, и стартуем мы с добавления контакта и увеличением темп на 1. Мелодия звучит как-то... Потом... Потом снова... И так далее. Еще я в настройках гитары сразу включу даблинг, это типа две гитары, которые одна в левом ухе, другая в правом, чтобы было офигенно широко. И давайте сразу эту мелодию нарисуем мышкой. Тональность у нас D минор. Потом F, D, F, D, A, F, вроде так. Да, именно так. Потом снова D, но уже A, потом снова D, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Потом C, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Естественно, сейчас мы все это немножко продлим, нарисуем велосити, но еще помимо этого там есть всякие интервальчики, типа так, по-моему. Да-та-та-та-та-та, вот тоже, да? И вот это, вот это там наверху мы тоже продублируем на октаву вниз. Теперь давайте продлим звуки. Но опять же, очень отрывисто они звучат во всех версиях, которые я слышал, поэтому сильно продлевать не будем. Типа вот нижнюю нотку вот так. Не более того. Остальные как-то просто, чтобы не звучало совсем дерганно. Теперь велосити, и я всегда настраиваю примерно одним и тем же образом, то есть они идут вот так, вот так, вот так, типа ступенечками. Еще я нажму Alt-X и Multiply поставим где-то на 150%, а и оффсетом скомпенсируем громкость немножко вниз. Это нужно для того, чтобы увеличить разницу между самым тихим и самым громким звуком. Типа динамики становятся еще больше за счет вот этой разницы. Ну и как обычно, как только этот ролик собирает 3000 лайков, вот этот проект, который появится в итоге этого видео, окажется в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Так что, если ты хочешь поскорее поковыряться в этом проекте самостоятельно, то ставь лайк под этим роликом, и уже скоро в моем телеграм-канале ты сможешь этот самый проект скачать. Ну и не забудь подписаться на мой телеграм-канал, конечно же. Называем это все GTR и отправляем на какой-нибудь канал микшера, чтобы тут на нее навесить кучу всякой фигни. Во-первых, эхо-бой. Пинг-понг включаем здесь, лоу-кат задираем, хай-кат задираем чуть поменьше, фидбэк задираем, слушаем, что мы добавляем. Вернем немножко хай-ката, немножко лоу-ката. И миксом чуть-чуть вот этого добавим. Теперь Valhalla Vintage Verp. Задираем срез снизу и микс просто ловим где-нибудь в районе 8. Теперь ProQ. Для того, чтобы срезать немножечко сайда, вот так переключаем. Все по плану. Просто упал светильник. Ну с кем не бывает, ну е-мое. Stereo Placement Side и вот так вот. Из-за того, что у нас гитара задабленная, она как бы типа очень в стерео. И снизу есть Side, который нам не нужен, потому что у нас там будут другие приколы. В басе сразу я настрою Envelope. Он будет начинаться с G. Потом ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нет, ту-ту будет вот здесь. А здесь у нас будет буквально то, что я вот напел, то и будет. Жалко, нельзя миди ноты срисовать с того, что я напел. Конечно, можно, но это нужно записывать. Это нужно загонять в какой-нибудь ньютон. Или в мелодайны экспортировать как миди. Потом это править. Нет, лучше я нарисую мышкой, так будет быстрее. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А потом ту-ту-ту-ту. А здесь будет почти такая же фигня, только чуть-чуть другая. И снова D. Потом здесь тоже C-C. Только вот здесь мы добавляем заходик небольшой с D. И сейчас я буду долго и скучно делать свои любимые слайды. Каким образом я выбираю здесь слайд. Пока я все это делаю на октаву выше, но потом просто опущу на октаву вниз. Слишком длинный слайд. Вот так красивый слайд. А в конце ставим слайдик чуть подлиннее, убавляем его громкость в ноль и опускаем на октаву вниз, чтобы получить... И типа по такому принципу я сделаю все слайды. Конечно, можно было бы зайти в настройки вот сюда, включить порт моно, но оно звучит неконтролируемо. Поэтому я настраиваю слайды вручную. Вы можете так не делать, но мне так прикольно. Мне просто нравится результат. И вновь напоминаю, что у меня недавно вышел большой принципиально новый видеокурс по битмейкингу FL Studio 20, который отлично подойдет новичкам. То есть даже если ты ни разу не открывал FL Studio, по этому видеокурсу ты точно сможешь написать свой первый бит. Этот видеокурс стоит 4290 рублей. Чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напиши мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео. Также сейчас есть возможность индивидуального обучения по этому курсу. Это предложение ограничено, так что если это вас интересует, напишите мне. Опять же ссылка на меня есть в описании прямо под этим видео. Напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Кик у нас звучит почти по басу. Вот так. Потом C. Теперь добавим дополнительные звучки к гитаре. Из-за того, что там точно есть какие-то заполняющие типа пэдовые звуки. И я естественно не знаю, что это такое. И решил использовать просто, что мне самому нравится. У меня, как я уже говорил, есть наборчик инструментов, которые я периодически сюда добавляю. Что-нибудь, что мне запомнилось. Какой-нибудь звук, который мне захочется использовать еще. И в данном случае я хочу использовать еще Slow Atmo Pad, в котором есть такой дурацкий шум. Поэтому мы зайдем сюда и нойз убавим. И Piano Nice, который я добавил, по-моему, как раз в одном из прошлых видосов. Я хочу, чтобы играло что-нибудь типа вот так. На октаву ниже. И все. Надо сбросить это на микшер, чтобы на нем убавить. И вместе с фортепиано появляется, по-моему, прикольный эффект заполнения. А если пианино поднять наверх, так лучше. Вам, наверное, интересно, когда мы уже приступим к сэмплированию. И это очень-очень скоро произойдет. Но для начала давайте пропишем немножечко ударных. Еще одну прикольную штуку я забыл сделать с гитарой. Надо на нее повесить Saturn на первое место. На Saturn есть, ну, своеобразный трансигент шейпер, так скажем. Band Dynamics. Вот я перемещу его влево, чтобы получить... ...более отрывистое звучание, примерно как в треке оригинале. Выходную громкость я повышу. Вот этот самый Band Dynamics, он немножко убавляет громкость. Помимо того, что делает звук более отрывистым. Ну, по-моему, так прикольнее звучит. Окей. Вернемся к ударным. Начнем с хай-хетов. Вот с этого хай-хетика. Стандартная партия хай-хетов. Вот здесь вот у нас будет вот такое вот ускорение. Теперь давайте настроим им немножечко velocity. Еще в треке в оригинале точно есть вот такая вот штучка. В конце. И еще в конце хочется каких-нибудь пробежечек. Тут Ctrl-U на одной, второй. Вот так вот громкость вниз велосипеда. И вот здесь, наверное, приключимся на одну третью. Ctrl-U. И еще хочется прямо вот сюда добавить вот такую штуку. Нет, хотя давайте все-таки сократим немножечко вот так. Да, вот оно. То, что нужно. И теперь акцентный снэр. Хай-хет, то есть. Ну, типа, хай-хет сделан из снэра. Расставим как-нибудь вообще произвольно. Типа. Ну, естественно, начало. Теперь можно перейти уже к снэрам. Вот так вот. Вот так вот. И вот так. У нас будет целая пачка снэров. Вот так. Вот этот играет вместе с тем, который играет в первом такте и в третьем такте. Вот этот будет играть в конце. Вот так и вот так. Этот будет подыгрывать, наверное, вот так вот. В первом и в третьем такте. Потом с первым вот этим, короче. Чтобы вот последний звук был таким более легким, более воздушным. А вот этот снэр более таким мощным. Все их я переименую сейчас. Потом все разбросаю по паттернам. Потом все это выкину в плейлист. Еще я хочу добавить целую пачку вот таких вот FX-иков. Столько всего я добавил их, в первую очередь, для того, чтобы у нас было разнообразие. Типа, мы могли бы сделать, например, вот так вот. И поставить сюда вот этот open. И все это вместе надо делать гораздо-гораздо тише. Бам! И тут у нас будет другой райзер. Например, вот этот drill shot, реверснутый. У которого мы отпилим с самое начало. Потом еще у нас будет вот какая-нибудь вот такая фигня обязательно. Да, вот так мне нравится. И вот такой вот какой-нибудь райзер тоже почему нет. Он вообще, по-моему, именно такой использован в треке в оригинале, как я понял, из бесконечных сниппетов. Ну и вот этот в самое начало. Ну и если тебе нравятся мои работы, то лично для тебя я могу написать биток под заказ. Чтобы узнать подробнее об этой услуге, напиши мне на почту ВКонтакте или в Телеграм. Так что если хочешь заказать бит, то самое время это сделать. Напиши мне, ссылки в описании. Ну а теперь пришло время добавить сюда вокал, который точно не из трека Максим. Потому что иначе бы нельзя было его использовать. Авторские права же, правильно? Вот, тут у нас вокал из точно не Максима отпускаю. Сейчас мне нужно будет его подогнать под темп и под питч. Я сначала найду в нем 4 такта и потом подгоню 4 такта отсюда под 4 такта нашего бита. Потом этот точно не Максим отпускаю, нужно поднять на 200 центов. Теперь нам нужно его нарезать, так как это было сделано в оригинале. Вот как-то там так сделано. Вот это мы убираем. Вот это вне, оно красиво звучит в музыке, но у нас тут дрил, поэтому вот так вот. Нарезал, включил слип и немножко подвинул. Потому что у нас все ради ритма. И по-моему вот тут этот как раз тай и использован. Опять слипом подгоняем его и вот так вот. Ой-ой, нет-нет-нет-нет-нет-нет! Кто забыл стретч отключить? Точно не я, я ведь не мог забыть. Теперь без стретча продлеваем. И здесь у-у-у-а-а-а. И здесь короче использован какой-то е-е-е. Он по-моему взят из какого-то не здесь. Короче, я его не стал использовать, потому что там взят кусочек и отдельно от всего он запитчен вниз. Я просто возьму другой кусок. Вот этот нам мне нравится. Кликает. Так что в D-click mode включаем дженерик. Все-таки я его сделаю уникальным. И все-таки я его застречу. И вот для конкретно этого куска я с дженерик переключу на смуф. Так. Там в конце. Ту-у-у-на-а-а-а-бой. Вот этот бой. У-у-у-а-а-а-а-бой. Твое. По-моему вот этот кусок. Да, твое. Как магазин, только не совсем. И потом снова продолжение. Вот. Нам нужен вот этот кусок. Вот это мы убираем. Тут будет другой кусок. Вот про звезды кусок идет. Снова тай-у-у-у-а-а-а-а. Потом приснится в конце. Вот это мы подравниваем. Убираем. Вместо него ставим снова тай. Потом снова у-у-у-у-на-на-на. Потом бой. Потом приснится. Вот этот ца тоже нужно куда-то подвинуть немножко. А наоборот в другую сторону. Готово. Замечательно. Еще по ходу всего бита используются вокальные чопы, которые взяты из вот этой нарезочки. Так что давайте сделаем структурку. Вот это вот все начинается вот отсюда. Точнее с баса. Кик мы тоже здесь убираем. И в тех местах, где ту-ту-ту-ту-ту играет, мы подрежем еще и хай-хетики. И давайте сюда тоже поставим дрил-шот. И здесь у нас твое играет. Твое. Вот он, этот кусочек. И он играет у нас четыре раза. В следующем куске у нас все начинается с дрил-шота. А все остальное сокращено. Да, вот здесь сюда. И так же. И потом гитара. Пэт и вот это. И наверное сюда добавлю еще один басец. Вот этот сэмпл. Не помню откуда он. Главное, что нужно крутануть ему кроссфейт до конца. И еще тут написано F. Точит этот бас на нотке F. И тыкаем правой кнопкой на ноту F, чтобы сделать ее корневой ноткой. Пропишем его в новом паттерне. Он начнете на ноте G. Да. Потом D. Вот так, наверное. Ту-ту. G. Ту-до. Ту-ту. Можно все это сделать слайд-нотами. Или можно просто в данном случае уже зайти в настройки, сделать порт умон и слайд какой-нибудь такой. А вот в этой части приснится, приснится играет. Приснится, приснится. Нам с тобой тут, по-моему, играет в конце. И нам нужно найти этот кусок. Вот он, нам. На набой. Там как-то так поется. И вот этот на набой вставляем в конец. Вот сюда. Отпускаю. Ну и тут пауза, потом бабах дров. Расставим теперь FX-ики. Здесь у нас никаких вообще ничего не будет. Будет только голос. Ту-ту-ту-ту-ту. Пум-пум-пум. Еще я сюда хочу вставить другой паттерн пиано. И другой паттерн вот этого пэда. Потому что, ну типа, чтобы было помощнее. Потом. По-моему, так хорошо звучит. Ctrl-C. И делаем копию Pet Slow. Make unique тоже. На октаву ниже. Теперь все это дублируем еще разочек. Только здесь у нас уже гитара. И вот это все вступает вовремя. Только давайте 808 сделаем уникальным. И вот этот ту-ту-ту-ту-ту. Конкретно вот этот кусок поднимем на октаву вверх. И вот его выделим сейчас из всех ударных. Вообще из всех звуков. Вот так вот. Окей. На вокал. На вокал. На вокал. Я повешу в первую очередь один стерео-контрол. Потому что у нас в сайде есть всякий мусор. Который можно выпилить эквалайзером. Но можно просто один стерео-контрол накинуть. И стерео-вив крутить в ноль. Стерео-контрол он не собирает все в центр. А просто выпиливает сайт составляющей вот этой ручкой. После этого накинем ауто-тюн. Потому что с авто-тюном все становится круче. С переменю на Д. Потому что у нас нота Д. И хроматик заменю на майнер. И ретюрн спид на 5. Заши... Хорошо. Звучит нормально. Теперь поставим, наверное, эко-бой. Я знаю, что правильно произносить эхо-бой. Но типа на английский манер можно произносить эко-бой. Типа там эхо произносится как эко. Он не экологичный парень. Он типа эхо-парень. Вот. Тем временем пинг-понг. Фидбэк. Хай-кат задерем. Вот так. После этого львухолая винтаж верт. У нас по идее моносигнал. На который мы накладываем вот эту всю фигню. И стерео мы получим за счет дилея. И за счет реверберации. Тут микс тоже открутим. Лоу-кат задерем. И снова один стерео-контрол. Чтобы немножко расширить. После этого я хочу повесить сюда эквалайзер. Чтобы сделать голос не таким большим. Потому что все-таки он как бы у нас дополняет только все. Я вот в районе килогерц или около того. В мид составляющей все довольно сильно зажму. Вот это все уберем. Здесь сайт останется. То есть всякие там ревера, дилеи. Вот это все они вот здесь звучат. Но мид мы приберем. И еще вот этого пэда точно нужно на один стерео-контроллер сделать вот так. Теперь звучание ударных. Создам общую группу DRM. И хочу создать еще посылы с ревербом. Как обычно мои пресеты Reverb Short и Reverb Long. Их мы роутим тоже на канал со всеми ударными. И по чуть-чуть отправим все ударные в него. Еще на канал ударных я повешу, повешу Newfongland Saturate. Вот так. Мне кажется, он делает ударные чуть более собранными. И я еще повешу сюда Saturn. И можно еще повесить сюда немножечко Озона и Майджора. Тервайз включать не будем. Просто, чтобы все вместе стало пошире. Ну и бас звучит пока как-то слабенько. Так что Little Radiator на него. Ноис отключаем. Хит добавим. И убавим микс. И Озон и Майджор. Ему уже мы включим стерео-айз. Вот так вот. На вот эту штуку я хочу закинуть бесплатный Flux Mini 2. С пресетом Fake Chain. Вот такой тейп-стопчик небольшой. Еще в этой части у нас гитара будет играть из лоу-пэса, как я говорил. Для этого закидываем дистрактор. И все отключаем, кроме фильтра. Давайте послушаем. Найдем, как он должен звучать. Так вот Create Automation Clip. И включим его вот здесь вот. Окей. Это уже все довольно неплохо звучит. Но еще не идеально. Я хочу сделать еще одну маленькую штучку. В Vox Chop делаем дополнительный посыл, на котором у нас будет играть Эко Бой. Еще один. Приключаем опять же на пинг-понг. Вет полностью на 100%. Фидбэк как-нибудь вот так. Лоу-кат около на максимум. Хай-кат вот так. После нее мы добавляем Винтаж Верб. С пресетом очень большим. Чтобы прям размазано-размазано было. После этого один стерео-контрол. Расширяем. И сейв бас на максимум. И это у нас появится только в припеве. Именно для того, чтобы вокал сделать прям большим и мощным. Прям с дропом вместе. Это бабахнет. Мы сейчас повесим сюда Фаб-фильтр. Баланс. Фротив-баланс повесим сюда. Нужно ему автоматизировать громкость. Create Automation Clip на фротив-балансе. То есть вот здесь вот везде он отключен. А появляется вот здесь. Еще, чтобы еще сильнее сделать эффект дропа. На вокал-чопе мы Эко Бой. Create Automation Clip. И вот здесь вот он на этот момент выключается. На момент вот этого только вокал, когда солирует. И вместе с Эко Боем мы на этот самый клип автоматизации закинем еще в Винтаж Вёрф. Так, пришло время мастера на Озоне. Я думаю, все сделаю стандартно для себя. Пресет Gentle Veef здесь. И на эксайтере The Gentle Tape. И послушаем. Вот так. Вот такой получился биток. И его чуть-чуть доведенную до ума версию вы сможете послушать у меня в Телеграм-канале по ссылочке в описании. И если вам этот ролик понравился, то обязательно поставьте ему лайк. И напишите что-нибудь в комментариях, вообще похоже на оригинал или не похоже на оригинал. И также напоминаю, что у меня есть большой, принципиально новый, крутой видеокурс по битмейкингу FL Studio 20, который отлично подойдет даже новичкам. Чтобы узнать о нем подробнее, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании прямо под этим видео. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. Обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Потому что если этот ролик вам понравился, другие ролики понравятся также. И на этом уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока, жду вас в следующем видео.